Это было в 1991 году. Я очень хорошо помню это время, очень трудное время. Эти громадные очереди в магазинах, пустые полки, продукты по талонам, люди, которые почти разучились улыбаться. И в то время я перешла из школы на работу в детскую больницу, в хирургическое отделение. И там были палаты для детей, которые больны раком. Иногда, когда я приходила на работу, они подбегали ко мне и говорили, а Ваня умер, а у меня то же самое. То есть, понимаете, дети, они, наверное, знали, что их ждет. Я видела, как мучились некоторые, ну, многие из них. Иногда они приходили ко мне и плакали. И мне хотелось посадить ребенка на колени, приласкать, потому что не было с ними никого родных рядом. Мне хотелось что-нибудь принести для них из дома. Я всем соседям своим рассказывала про этих детей. И они посылали со мной для них какие-нибудь яблоки или какие-нибудь фрукты. И я видела, как мучились, страдали эти дети. И у меня появился в сердце страх за собственных детей, из-за своих маленьких внуков. У меня их было два, двое в то время. Я чувствовала, что сердце у меня так устало, что у меня уже не хватало сил жить. И я чувствовала, что я ничем не могу им помочь. И в течение нескольких лет у меня была страшная депрессия. И я удивлялась тем людям, которые говорили, боюсь уснуть, боюсь умереть во сне. А я думала, так это же хорошо. Мне даже начинало казаться, что смерть — это отдых. Но жить все-таки хотелось, потому что мне хотелось помогать своим детям. Я знала, что им еще будет плохо без меня. Но не было сил жить. Сердце не выдерживало уже. Вот такая была в сердце тьма, безысходность, беспросветность, беспомощность и страх. Это твой день, Все сначала Можешь сегодня ты начать Это твой день Ну разве мало Что мне еще тебе сказать? И вот впервые в этой церкви Я впервые услышала слова Бог любит тебя Я впервые это услышала Это было первое, что я здесь услышала Бог любит тебя Бог любит вас А я тогда подумала За что? Знает ли Бог меня? Кто я такая? Что Бог любит меня? У меня было много проблем И я старалась все это держать в себе Я никогда никому об этом не рассказывала Ни дома, нигде Потому что я не хотела, например, огорчать своих домашних Своими трудностями, проблемами Я не хотела ни на кого взваливать эти проблемы Потому что я не хотела их огорчать, расстраивать И здесь вот эти люди впервые мне сказали Отдай свои заботы Богу И я уже Зная немножечко Начиная узнавать Бога Начиная любить Его Я сказала, я не хочу Я не хочу огорчать Его своими проблемами Они говорят Нет, отдай свои заботы Богу Я сказала, как? Скажи, просто расскажи о своих заботах Расскажи о своих проблемах Расскажи ему Расскажи, как ты рассказываешь своему близкому другу Расскажи, как ты бы рассказал это своему отцу Я хочу с тобой поговорить На меня с небес ты посмотри Слышишь сердца частый, частый слуг Но я знала, что Бог остался со мной Что я теперь не одна И ничто, казалось бы, не изменилось в жизни Те же самые обстоятельства Те же самые проблемы Те же самые очереди, пустые магазины Но я знала, что Он меня поддерживает Я чувствовала такую силу Я чувствовала такую радость И я почувствовала, что я Могу что-то сделать для Детей, которые лежали в больнице Иногда я тем детям Стала рассказывать о Боге Они приходили ко мне Я рассказывала им о Спасителе Может, ты не знаешь Может, просто не думал Ты одни сегодняшнем всерьез Я скажу тебе, друг мой, сотворил прекрасный Этот день для тебя, Христос И вот я помню мальчика Ему было 7 лет Он уже, ну, года, я не знаю, может быть, года два Он уже провел в этой больнице Время от времени он жил в Котласе Время от времени он Его родители увозили домой отдохнуть Потом они снова привозили его И вот тот год, когда я впервые пришла в церковь Год я уже была в церкви И уже было видно, что ему осталось немного А это было такое время, когда не было лекарств В больнице Ну, в общем, какое-то время такое очень тяжелое И очень часто он лежал в отдельной палате И он очень часто плакал и кричал от боли И мама его уже была все время с ним Потому что, ну, уже ждали, что он мог уже умереть Они даже не хотели его уже домой отпускать А мама его потом просто увезла Увезла сама И вот она сидела с ним рядом в палате Он кричал от боли Ну, такая бедная у нас медицина была Что даже обезболивающего не было И она сидела вот так, зажав уши И говорит, я не могу больше это слышать Я не могу больше это слышать И я тогда, может быть, это и не очень хорошо было Что я оставила тогда уроки свои Я пришла к нему и сидела с ним Я рассказывала ему о Боге И я уже до этого говорила ему о Боге И он, когда приезжал из дома Он такой был радостный Говорил, а мне брат подарил Библию То есть он уже знал Бога И вот, когда я читала ему Библию Он не плакал Он лежал молча И только вот слезы вот так у него Слезы катились вот так Лежал молча И вот ему особенно нравились Нравились слова из Библии Из Откровения Ему нравились слова И отрел Бог всякую слезу сочи их И смерти не будет уже Ни плача, ни вопля Ни болезни уже не будет Ибо прежнее прошло Вот он всегда Он всегда как-то вот к этому возвращался Всегда к этим стихам возвращался Это были его, наверное, любимые стихи Я надеюсь, что Он имел эту надежду в сердце Надежду увидеть Бога И когда несколько дней спустя Его мама позвонила мне И сказала, что Юрочка умер Она сказала Юрочка умер спокойно То есть он уже не мучился Слава Господу, что Он избавил этого ребенка В последние дни его Избавил его от От этих страданий От этих мучений Я надеюсь, что он умер С этой надеждой В сердце, что он увидит Господа Потому что он надеялся, что Он уснет И проснется И увидит Господа Иисус Христос Там и небо И общаясь Со Спасителем Обращаясь к Нему постоянно Мы можем уже сейчас Почувствовать себя В Царстве Божьем Здесь, на земле Я с тобой поговорить хочу Потому что далеки друзья С ними я о горе помолчу И мне по лесу печаль С ними я о горе помолчу И мне по лесу печаль Я с тобой спешу поговорить В час, когда темно Темно, темно вокруг На меня с небес ты посмотри И приди, как самый лучший друг На меня с небес ты посмотри И приди, как самый лучший друг Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok